И очень много скандалов, чуть ли не каждую неделю постоянно, то его сын что-то по-хамски себя на дороге ведет, да, потом где-то начинает уголовные дела на людей заводить, то там он люди снимает, как он едет на своей машине, все сплошные там, ну, как бы нарушает. Доброго времени суток зрителям канала Злой Эколог. Сегодня у меня в гостях известный блогер Михаил Волхонский. Михаил, приветствую тебя. Я давно на тебя подписан, честно сказать, не все видео, конечно, смотрю, когда там ты кулинарные какие-то начинаешь вещи, мне это неинтересно, я просто так сразу выключаю. Вот, ну, тем не менее, я знаю твои воззрения политические, то, что, как ты относишься к правящему режиму. И вот произошел такой эпизод у тебя, от которого я, если не матершинными словами выражаться, я был просто в шоке. Есть, да, уволили там, который умер недавно, Игнатьев, губернатор, за то, что он там ключи МЧС за ними прыгал. Увольняли некоторых чиновников, которые высказывались там про макарошки, там еще про что-то. Ну, то есть, вели себя просто по-хамски. Но в данном случае это в чистом виде общеуголовная статья, это преступление, грабеж, статья 161 Уголовного кодекса. Притом, сейчас не помню там какая часть, но точно не первая, это потому что сделано прилюдно, общеопасным способом. То есть, все люди видели с особым цинизмом, можно сказать, это произошло. Тут других вариантов быть не может. Если, например, чиновники там воруют что-то, да, это тайное хищение чужого имущества. То есть, этот человек стесняется там, он пытается скрыть свое преступление. То в данном случае у всех на виду на праздники при скоплении большого количества людей ваш мэр умудрился совершить грабеж. Я не понимаю, как он до сих пор находится на своем посту, почему он не подал заявление об отставке. Либо, может быть, он настолько любим у вас там в городе народом, как, например, Фургалса, которого сегодня там вышли от 30 до 50 тысяч человек. Или вы с ним, может быть, друзья там вместе там за рюмкой чая там периодически сидели, и он так поступил. Но это просто реально беспредел. То есть, мэр города, должностное лицо, самое главное в городе, совершает уголовное преступление на глазах у всех. И пресса об этом написала даже ваша. Расскажи, пожалуйста, как это произошло вообще по твоему видео, когда я смотрел. То есть, ты к нему даже не обращался, ты там интервью брал просто у местных жителей, кто собрался. Правильно? Ну, смотри, ситуация. Сразу хочу тебя поправить. Это был не праздник, это было мероприятие траурное. Траурное просвещенное, да. Да, то есть, это вот вечный огонь, траурное мероприятие, то есть, вот такое возложение цветов, дань памяти. Да, то есть, пришли люди, как бы, вот с таким вот, ну, как внутренним состоянием, скорби все равно, да, на мероприятие. Ветеран там пришел. Как это вообще все произошло? Общее городское мероприятие. Ну, из-за того, что типа коронавирус, пришло только вот депутаты, там, Единой России, депутаты КПРФ, администрация мэрии, и священнослужители, и военные. То есть, все там при погонах такие. Вот, как всегда, его очень долго ждали, то есть, человек любит опаздывать. Как все это произошло? То есть, вот это вот общегородское мероприятие, он опаздывает. Местный телеканал подснимает вот этого ветерана, который с медалями. Я тоже походил, там, танк заснял вот этого ветерана, заснял, как с ним, ну, Рыбин-40, там, местный телеканал у него берет интервью. И все, я уже стою в стороне, я, как бы, общаюсь с человеком, с пенсионером тоже. Он мне рассказывает о том, что, там, он умеет играть нам на каких-то инструментах необычных, чтобы я его заснял потом. То есть, вот, просто мы общаемся. Дальше. Я вижу краем глаза, что идет мэр города. Думаю, ну что, ладно, сейчас вот он пройдет, и когда все начнется, я его засниму. Ну, там, когда вот это будет возложение, поснимаю просто общий кадр и все. То есть, мне вообще по барабану было, там, что он идет, там, ну, как-то даже... То есть, ты к нему с телефоном в лицо не лез, то есть, снимать его, там, вопросы какие-то задавать. Ты просто стоял в стороне, по сути. Я вообще, то есть, эта аллея вот такая, да, грубо говоря, и к площади, к вечному огню. Я в стороне стоял, вообще, в дорожке, уже там, у бортика стоял, общался с пенсионером. Смотрю одним глазом, что идет мэр, он, как бы, заходит за спину вот этому пенсионеру, там, толпа, думаю, ну, и наплевать. Сейчас я договорю, мы как раз с пенсионером хотели обменяться телефонами, да, вот, номерами, да, чтобы он не позвонил, чтобы, ну, решить этот вопрос. И вдруг, вдруг такая ситуация, то ли пенсионера отталкивают, то ли как-то вот этот, я раз смотрю, уже мэр передо мной, а он еще выше меня такой, он меня оттолкает, говорит, ты что здесь самый дерзкий такой. Я, реально, я в шоке, ну, от того, что происходит. То есть, он мне не друг, никто, ну, реально, я первый раз с ним пересекся в жизни, то есть, я раньше никогда с ним не виделся. Он меня оттолкает, говорит, ты что здесь самый дерзкий. И вот у меня в руке телефон на уровне пояса моего, да, был, вот, в этой, ну, в селфи-палке. Я смотрю, у меня там режим фото. Я начинаю нажимать кнопку пальцем, чтобы режим видеозапись переключить. Вот, он такой, а ты меня еще и снимать будешь? Начинает мне запясть, ну, руки сильно выворачивать, а он там десантник бывший какой-то, там, лет 20 отслужил, ну, короче, военный бывший. То есть, силы в нем действительно много. Ну, и применение насилия, это, по сути, это не просто так, он тебя выдернул из руки, а реально он тебе, то есть... Он мне заломал руку, я потом уже в полиции сидел, уже спустя, там, два часа или сколько, я просто понимал, насколько она сильно у меня болела уже тогда еще, да, продолжала. Вот, то есть, одну руку мне заламывает, второй выдергивает телефон и заводит его себе за спину. Я в шоке, я сначала думаю, блин, что молчать, как молчать-то, блин, тут и народ, и все, как бы... Ну, я начал орать, верни телефон мне тут, там, как бы, народ-то это все видит, понимаешь? На глазах у депутатов, священнослужителей, бог-то он все видит, да, как говорится? Священнослужители, блядь, все вот, все наблюдают, он раз его в карман там себе, я пытаюсь отнять, тут подходят эти военные, говорят, типа, меня оттаскивают, типа, все-все потом решите после мероприятия, не портите нам мероприятие. Из администрации какая-то женщина подбежала, типа, ну, не срывайте нам мероприятие. Ну, я видел даже состояние, вот, пенсионера, который вот с этими, с орденами, который рассказывал, как войну с ранением прошел, я вижу, что у людей-то уже, они, блин, что происходит-то, блин, где мы живем-то, блин, ну, как бы, я понимал, что надо, как бы, сейчас успокоить ситуацию, чтобы не срывать действительно мероприятие, чтобы ничего там не кричать. Он просто, я так понимаю, как ты говоришь, военный, он просто попутал берега, вот, когда ты военный, там, какой-то полковник, то ты можешь себя с солдатами вести подобным образом, и никто тебе ничего не скажет, потому что это твои подчиненные, они от тебя зависят, но ты, человек со стороны, просто на улице идешь, да, и он у тебя отбирает просто телефон, грабит человека, то есть у него культура чиновника, да, она явно хромает, если бы он, то есть те же повадки, которые у него были, то есть понятно, как он себя в армии вел, ну, офицеры, они, в принципе, все такие, как бы, тут ничего такого нет, это в порядке вещей, но если ты переходишь на службу государства, ты должен соответствовать своему служебному положению, а здесь он посоответствовал не своему служебному положению, а посоответствовал уровню гопника обычного, то есть это грабеж, гопники, это грабители, вот, это, по сути дела, гопник. Ситуация, реально, ситуация, как в 90-е, вот прям вот 90-е годы. Вот то, что происходило по фильмам, каждый может посмотреть, да, те, кто еще, может, молодое поколение, кто смотрит, те, кто более взрослое поколение, они знают, как это происходило. И это была чисто отработана схема 90-х годов, прям вот. Он крадет, забирает там в карман, прячет, потом передает другому тебе, и все, обыскивайте меня, у меня ничего нет. То есть, когда мероприятие закончилось, уже я с сотрудником полиции подхожу, он такой, прям нагло, так, пиджак раскидывает, натиск, смотрите, у меня ничего нет, хотите обыскивать. И дальше в сопровождении военных уходить. То есть, понимаешь, если он не боится воровать на глазах у всех сотовый телефон у человека, то что он делает с городским бюджетом? Как к нему относятся вообще люди, он пользуется народной поддержкой? Ненавидят его, его ненавидят. Он, когда избирался, там были проплачены деньги, людей заставляли голосовать на предприятиях, там кому-то платили, кому-то тысячу, кому-то 500 рублей. То есть, вот он таким вот пришел. Он единоросс, Единую Россию представляет. Конечно, да, то есть Единая Россия. И очень много скандалов, чуть ли не каждую неделю, постоянно, то его сын что-то по-хамски себя на дороге ведет, да, потом какие-то начинает уголовные дела на людей заводить. То там он, люди снимают, как он едет на своей машине, все сплошные там, ну, как бы нарушает. То есть, очень много вот негативного отношения к этому человеку. Очень много скандалов. Есть и обманутые дольщики, там, и все, которых он подставлял. То есть, это еще дела, о которых мы будем рассказывать, конечно. Понятно. Смотри, ты обратился в полицию, написал заявление. На какой стадии сейчас находится? Материал проверочный, либо возбудили уже уголовное дело? Да, смотри, я обратился в полицию, но так как это чиновник, на следующий день сразу передано было в Следственный комитет. Я также написал Быстрыкину, по-моему, сейчас Новый Краснов в Москве, прокурор главный. То есть, во все инстанции. Москва, Ярославская область, ну, и, соответственно, город Рыбинск. Дальше было написано президенту, потом губернатору, в Комитет по этике Единой России. Это вот, ну, было все везде написано. Дальше. Он же начал сразу распространять информацию. Как только об этом узналась эта инфа, пошла везде в пабликах различных, да, некоторые местные СМИ хорошими оказались. Они действительно писали, как все произошло с моих слов. А с Витей, да, я видел тоже. Вот, через пару часов через мэра запустили другую волну, уже проплаченную СМИ, где якобы я был провокатором с депутатами, которые вот как раз показания давали в мою поддержку. Якобы они тоже участвовали в этой провокации. Якобы я тыкал всем в лицо телефоном. И когда он пришел, я ему начал тыкать в лицо телефона. И он просто отбил его рукой, и телефон упал, и я его не нашел. Типа вот так вот он преподносит все. И на эти СМИ и на мэра я еще раз написал заявление, это уже другое уголовное дело, уже к левете, потому что он чиновник, и он такое говорит в отношении меня, что я тут себя так вел. То есть эти все уже тоже бумаги. Ну, возбуждено уголовное дело или пока на стадии проверки материала? Пока бумаги только приходят. Вот вчера пришла по поводу, что передали в Следственный комитет в Рыбинск по поводу клеветы по этому уголовному. Вот, в Следственный комитет, я знаю, что его уже вызывали. Он давал показания свои. Понятно, что он настаивает, что он ничего не крал. Ну, как обычный гопник в несознанке находится. Ну, да, 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 да. Вот, то есть. И сейчас какое-то идет некое такое затишье уже неделю. То есть со Следственного комитета мне не звонят. Основного свидетеля только одного опросили, других никого не опрашивают. Я в понедельник хочу ознакомиться с материалами дела. То есть приехал в Следственный комитет. То есть я имею право на это посмотреть, что происходит. Но у нас появляется другая информация. Буквально вчера она появилась, мне сообщили, так скажем, слили, да, ну, город-то маленький, что якобы спустя три недели мой телефон нашелся. То есть мне пока из полиции не звонили, но я думаю, в понедельник будут звонить, что якобы мой сотовый телефон нашелся. Некий барыга его купил у кого-то. Вот. И этот барыга оказался сознательным человеком и принес его в полицию. И вот здесь вот тоже возникает много вопросов. Почему полиция не арестовала этого барыгу за суть устраденного? Что за человек, который продал этому барыгу? Дальше возникают вопросы. Хорошо, вы нашли телефон, там через три недели, все. Давайте снимайте отпечатки пальцев. Если на этом телефоне нет моих отпечатков пальцев, значит, кто-то затирал другие все отпечатки пальцев. Логично. Тут, знаешь, Михаил, могу сказать одну очень важную вещь по этому поводу. И рекомендую акцентировать на этом внимание. Дело в том, что телефон, даже если он, например, выключен, его можно отследить. И у полиции такая возможность есть, где этот телефон вообще находился все это время, все эти три недели. То есть, если, например, окажется, биллинг это называется, если, например, окажется, что после того, как телефон был похищен, он находился где-нибудь в районе администрации здания, а не в том месте, где у тебя его похитили, то это уже разобьет все вот эти вот доводы, что якобы там телефон потерялся там на этом мероприятии, там где-то валялся, и кто-то его нашел, там барыги продал. То есть полиция, если правильно будет работать, она, в принципе, легко докажет, что вот эта версия, которую они сейчас пытаются протолкнуть, она несостоятельна полностью. Ну, смотри, у меня складывается такое впечатление, что полиция работает в связке с мэрией. Почему нет такие выводы? Это естественно, поэтому... Это все произошло вместе, оно одно из самых охраняемых. То есть куча видеокамер различных структур. В итоге получаются камеры, вот это все прям под столбом, где все камеры были, представляешь? И вот камеры мэрии города. Соответственно, из-за коронавируса они не работают. Дальше. Камеры, есть такая компания интернет-провайдер Отел. Местный интернет. Они отвечают за безопасный город. Они ежегодно получают очень много денег из бюджета. Ну, от мэрии. Чтобы были записи различные, там вдруг что произошло. То есть вот год назад там на лавочках в этом же месте кто-то что-то нарисовал. Сразу же видео на следующий день, все. Ребята там, ну, всех нашли. Уже после моего дела ребята в городе расклеивали наклейки перед первым июля. Ну, не хотим Путина или что-то Стоп Путин, ну, что-то такое же. Правда, уже видео есть этих, всех ребят, четкие видео. А в тот день, когда вот это все произошло, вот эта компания Отел заявила, что якобы эта камера ведет только динамическую, ну, как, трансляцию. То есть она не записывает. То есть вот так у них, типа, ну, блин, извините, эта камера не пишущая. То есть возникает вопрос, что за безопасный город, если камеры не пишущиеся, да? Ну, мы будем отдельно с этими компаниями. Ну, бред, бред, понятно, что это бред. Да, с этими компаниями будут отдельно уже, как бы, потом разбираться дальше. И есть еще третья камера, которая была на этих же столбах. Камеры полиции. Но, как я знаю из разговора со Следственным комитетом, еще на той неделе уже все сроки прошли, все. Полиция не предоставляет никаких записей. То есть просто тупо молчит и не предоставляет никакие записи. Отсюда у меня выводы. Здесь работает группа лиц под руководством одного человека. То есть это некая группировка по своим интересам. И дальше, если это будут расследовать все, то тут, как бы, очень громко будет дело. Кроме того, я же делал ролик, на меня выходил человек, он говорил, что на меня готовилось покушение. То есть некоторые люди не понимают, ой, да что там из-за телефона? Ситуация тут серьезная. У мэра сейчас, по идее, это реально уголовный срок. Если его будут снимать, многие люди будут терять свои с ним договоренности и кормушку, которую они делят через него. То есть им легче было меня как бы убрать, что нет меня, блин, как бы, все, и мэр как бы, да? Нет человека, нет проблемы. Да, я когда озвучил это все, они, ну, пошли на попятную, потому что, блин, как уже все, я озвучил то, что и их планы были, да? Да, может, они еще какие-то другие сейчас рассматривают. Но они сразу стали придумывать тему вот с этим телефоном. То есть что, вернуть телефон, и типа дело закроется. То есть они это предполагают, что вот я получу телефон в понедельник, я успокоюсь там, и как бы дело будет закрыто. Но тут уже как бы это ничего не остановит. Ты готов, я понимаю, готов идти до конца, несмотря ни на что. Допустим, подкупать тебя там будут, угрожать тебе будут, уже вот там покушение на тебя собирались сделать. Ты готов идти до конца, и войдет в историю, я думаю, этот эпизод, если простой блогер снимет мэра за, притом, уголовное преступление, уму непостижимо, как у него вообще это, как он это мог сделать, я не могу понять до сих пор. И вот на фоне вот этого скандала, да, вот этого всего, что произошло, как-то, да, и мне многие начинают писать, уже давать другую информацию про другие его махинации различные, да, и уже, оказывается, есть еще там одно дело, тоже его пока не дали ход, там о многомиллионных его растратах, так скажем, да. То есть это сейчас все накопилось и в такой точке находится, что вот, ну, как бы по нашей информации, Москва сказала в Ярославле, типа, решайте, что с этим мэром делать. Вот. И была информация о том, что якобы он несколько дней назад написал по собственному желанию бумагу. Но ему звонили из СМИ, из каких-то, он это не подтвердил, нет, нет, просто смеялся. Вот. Но ситуация очень серьезная. То есть этот человек в шаге от того, чтобы уехать. Посмотрим, что будет происходить дальше. Я говорю, что если в понедельник из вот этого полиции мне позвонят и предложат вот прийти за телефоном, возникает много вопросов, повторюсь же, да, вот. Что за барыга? Привлечь как свидетеля там и так далее, раскручивать дальше по цепочке. Вот как ты сказал, найти по биллингу. Я же в полиции, когда пришел сразу же, да, мне сказали, вы что, фильмы смотрите? У нас нет никаких, мы ничего не находим. Они сразу мне сказали. То есть много фильмов смотрят. Я пытался найти через приложение, это вот эти, как их, учетные записи или как учетные записи. Да, да, да. Но у меня не получилось, честно. Ну, у меня не получилось, я не знаю как. Ну, это да, когда отключен телефон, ты не найдешь. А у полиции такая возможность есть вообще, притом уже очень давно, уже около десятка лет они свободно этим пользуются, поэтому они просто-напросто говорят неправду мою частную личную. А еще вот, да, хочу дополнить, смотри, вот еще мысли такие были. Вот завтра, или когда там, понедельник, да, например, мне возвращают этот телефон. И сразу же подкупные СМИ, на которых я уже все дело как бы о клевете передано, они начнут, опять же, пищать везде. Ну, вот видите, мэр же был прав. Телефон просто упал в кусты. Его там тринедельник кто найти не мог. То есть, действительно, мэр-то прав был, его слова-то, что он просто потерял. Ну, а подконтрольным СМИ им деваться некуда, они все на дотациях с бюджета, они по-другому написать не могут. Там даже не подконтрольные, там просто закэш. То есть, СМИ такие, которые закэш. Типа частные в кавычках, но... Ну, понятно, Михаил, слова поддержки от меня. В любом случае, будем за ситуацией следить, тогда в понедельник по результату, если что-то будет, можем еще дополнительное видео записать. В любом случае, мое видео на моем канале, имею в виду, тоже разойдется, больше людей об этом узнает. То есть, главное оружие наше любого человека это огласка. Будем оглашать как можно шире эту ситуацию, чтобы как можно больше людей об этом узнали. Все, на этом все, Михаил. Спасибо за уделенное время. Тогда будем на связи. Зрителям всего доброго. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!